Бесплодие и нарушение фертильной функции мужчин по статистике в половине случаев причиной становятся варикоцели. С болезнью сталкивается практически каждый десятый мужчина. Проведенная уникальная операция показала, что излечение возможно. Главный внештатный уролог области и руководитель Центра урологии Медицинского центра Медосист Александр Панферов регулярно проводит показательные операции в других регионах. На этот раз он провел мастер-класс для Курских коллег. Врач использовал самый эффективный и безопасный метод микрохирургической варикоцелектомии, более известный как операция Мармара. Эта операция по праву занимает первое место среди всех подобных вмешательств по поводу варикоцели за счет своей эффективности, низкого числа рецидива заболевания и низкого количества осложнений. И в том числе, что мужчина в принципе не теряет свою трудоспособность. Хирургическое вмешательство с использованием современного оборудования от компании-производителя с мировым именем. Электронный 3D-микроскоп создавался для использования в нейрохирургии. Врачи медицинского центра Медосист впервые в практике применили его в области урологии. Опыт оказался успешным. Сами медики признаются, что работать на новом оборудовании намного удобнее. Данная система позволяет более комфортно расположиться в операционной бригаде вокруг операционного стола и непосредственно вокруг операционного поля. Позволяет сократить наличие объемного оборудования в целом в операционной, что дает больше свободного пространства для перемещения. Мы сегодня действительно впервые применили электронный 3D-микроскоп компании «Карл Шторц», на котором, наверное, еще в России никто не пробовал. Глядя на то, что мы смотрим не в окуляры микроскопа, а на экран с большим увеличением, это даже удобно хирургу и присутствующим на операции, то есть курсантам. Мастер-класс прошел в стенах головного корпуса центра Медосист на Димитрово-16, которому исполнилось пять лет. Тем временем компания продолжает развиваться. В самом разгаре строительство второй очереди многопрофильного центра. Мария Колосова, Ирина Громова, Алексей Еременко. События дня.